Продолжение следует... Давайте расскажем нашим телезрителям, что из себя представляет военно-тактический страйкбол и, что самое главное, что он значит для вас. Военно-тактический страйкбол, прежде всего, я объясню с точки зрения нашей семьи, это самое главное, это совместное хобби. То есть мы вместе занимаемся одним родом деятельности, вместе проводим время свободное, это в первую очередь. В первую очередь мы получаем там определенные знания, навыки, которые, в принципе, интересны для нас. И еще мы знакомимся с людьми, там очень много очень хороших людей, просто замечательных, они общаются с нами очень открыто, и нас просто похорила вот эта открытость, взаимопомощь с их стороны, ну и вообще отношения. То есть мы получаем новые знакомства, знакомимся с теми людьми, с которыми нам интересно в будущем будет общаться. Я знаю, что занятия проходят на полигоне Фиолент. Как вы попали на этот тренировочный полигон? Ну, все началось буквально тонально, пришел друг, мой хороший Анатон, он принес показать привод, который он приобрел, в виде автомата Калашникова. Этот привод очень понравился мне, я думаю, в себе такой куплю. Зашел, и он говорит, давай приезжай на игру, посмотришь, как там у нас все происходит, что мы там делаем. Я приехал. Ну, это мое родное, я в прошлом кадровый военный, сейчас я в запасе, для меня это, ну, как рыба в воде. То есть очень интересно. И еще бы один хотел момент добавить. Вообще Фиолент и то место, где находится наш полигон, очень знаковый для нашей семьи. Объясню почему, потому что в далеком июле 42-го года мой родной дедушка, Чуплинов Тихон Дмитриевич, в составе 465-й, если не ошибаюсь, сводного полка НКВД, пограничного полка, прикрывали отступление остатков приморской армии. И там они вступали в рукопашную схватку с фашистскими захватчиками. И, в общем, тема и закончилась в основе своей обороны, города первая, вторая, вернее. Вот так вот. Ну, вы, понятно, а вот как получилось, что вы всей семьей и своих женщин привели в движение? Ну, это получилось, на самом деле, тоже очень интересно. Началось все, как Паша сказал, с привода. Потом он пришел как-то с игры, говорит, вот, блин, говорит, такой движок был, вот снайпера не хватало. Я говорю, да, какие проблемы? Я когда-то очень давно, когда была маленькая, мы с папой все время в тир ходили, ну, стреляли. То есть какие-то совсем малюсенькие навыки стрельбы были. Я говорю, да, какие проблемы? Я буду снайпером. Он меня на слове поймал, на следующий день принес мне винтовку, говорит, на, будешь снайпером. Малая посмотрела, мы один раз ездили на движок, второй раз ездили на движок. Она сначала подержала в руках привода, автомат подержала, винтовку подержала, потом сказала, хочу форму. Вот, и, ну, вот так вот постепенно-постепенно мы вот влились в это движение. Так получилось, что, как бы, я же говорю, совместное хобби нас очень заинтересовало. Даша, ну, расскажи, вот для тебя чем интересен военный тактический страйкбол? Мне нравится то, что мы с родителями проводим много времени на свежем воздухе. Я перестала много времени сидеть в интернете. Мне очень нравится, как папа командует, как мама прячется. Мне очень... Я их хожу, фоткаю, потом мы все смотрим фотографии. Мне очень нравится. Ну, вот когда ты первый раз приехала на полигон, какие твои впечатления были? Страшно, наверное, немножко было, да? Ну, немножко, да, немножко было страшно. Вот, а потом она уже потихоньку... Самое главное, вот я хочу обратить внимание, что если для людей, которые хотят заниматься военно-тактическим страйкболом, это техника безопасности. То есть, если вы приводите своих детей, приходите сами, обязательно нужно одевать маску, очки, ну, и форму. То есть, закрывать открытые части тела. Она поначалу боялась, то есть, а потом уже, когда она поняла, что при соблюдении техники безопасности это не страшно, она уже там с фотоаппаратом ходила и так далее, то есть, и пострелять. С заложником она была. Да, вот так вот. С заложником, да. А другие же дети тоже есть, да? Есть. У нас самый маленький участник, ему 6 лет, мальчик. А, ну, как вы подружились уже с другими, может быть, со сверстниками, да? Да. Нашли общий язык. А друзья, которые не занимаются пока этим хобби, вот как реагируют на такую твою деятельность? Ну, моя подруга, например, она тоже хочет, тоже хочет стрелять и тоже хочет. Она еще, скажи, она сейчас смотрит тебя по телевизору, да? Ну, я думаю, наконец-то ее мечта сбудется, и вы вместе уже поиграете. Давайте нашим телезрителям, наверное, более наглядно покажем, представим, да, что такое военно-тактический страйкбол. У нас есть видео, давайте его посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, стоп игра! Субтитры подогнал «Симон» Как я, насколько я понимаю, несколько команд, да, играет в определенный день. Вот в какой команде вы воюете? Ну, наша команда называется «Соболь», так как одноименная с движением и с центром военно-патриотическим тоже называется «Соболь». У нас разношерстная команда, очень много людей, интересных людей, хороших людей, не побоюсь этого слова. Все стремятся добиться добиться чего-то, и общекомандное движение, оно сплочает, это очень интересная команда. Ну, мы вот видим на экране как раз фотографии, видимо, с занятий каких-то, может быть, прокомментируете некоторые из них? Ну, фотографии, здесь часть фотографий из детского лагеря, то есть мы ездили в детские лагеря, к деткам, и показывали им вообще, рассказывали, что такое военно-тактический страйкбол, для чего он нужен, что вообще там делают, чем там занимаются. И давали какие-то основы минимальной медицинской подготовки, то есть, ну, совсем, как вот деткам объяснить, то есть с ним определенный подход. Взрослым легче работать, с детками нужно работать так, чтобы это было интересней. Потом другая часть фотографий, это вот с полигона. Ну, у нас должности, скажем так, разные. Если Паша у меня штурмовик, то я снайпер, ну, и, соответственно, одежда такая. Если у меня снайпер, то у меня есть такой мохнатый мешочек, с помощью которого я прячусь. Вот у меня Даша тоже себе такой заказала. Костюм снайпера, да, маскировочный. Вот. Ну, и различные привода тут показаны. То есть, Паша воюет с автоматом, я воюю с винтовкой. У нас нет такого слов, таких игра, у нас движок, мы там не играем, мы воюем. Учение, да. В основе своей. Потому что игру это тяжело назвать, потому что там целый комплекс мероприятий идет. Вот точности стрельбы, до бега, до кардионагрузок и так далее, там подобное. Да, и все как на войне. То есть, подготовка серьезная. Да, если гранаты, то гранаты. То есть, поначалу, когда вот ему-то привычно, он в армии служил, 10 лет отслужил, а мне поначалу было, конечно, тяжело. Винтовка, она тяжелая, бежишь с ней, задыхаешься, но чтобы не отстать. А потом уже с течением времени, уже сколько мы занимаемся, уже несколько месяцев, получается, что привыкаешь. То есть, к нагрузкам все равно стрельбол, это не только получается провождение как бы хобби, совместное провождение времени, знакомства и так далее. Это еще и кардионагрузки в любом случае. То есть, любой тренажерный зал, он отдыхает. Все равно это, тренажерный зал, это закрытое помещение и так далее. Это очень хорошо, но все равно нужно чередовать с выходом на воздух. Это не просто вышел, например, посидел где-то там возле костра и так далее. Это ты вышел и в полной амуниции выложился на полную, как говорится, на полную все 100%. Да, как в воскресенье, мы любим шутить, приезжаем когда домой, уставшие, довольные, но отдохнувшие. Да. А сколько времени занимается это все? По-разному. Есть люди, которые приезжают и на 2 часа, один движок отбегают. Есть люди, которые занимаются до победного конца, до 4 часов вечера. У кого-то, насколько хватает времени, у кого хватает сил, у кого хватает желания. Ну, приезжает кто как хочет, нет обязательного такого, что ты приехал, ты должен здесь закончиться в 4 часа или в столько-то. Поиграл, подбегал, подвигался, пострелял, хватило тебе, пожалуйста. Елена, ну вы уже сказали о том, что ведете медицинскую подготовку, да, с ребятами занимаетесь. Как это проходит? Ну, вообще я по образованию врач немножко. Вот. Работаю врачом уже 10 лет. И плюс еще, когда в медицинском университете училась, я офицер запаса медицинской службы в звании младшего лейтенанта. Вот. Поэтому есть у меня определенные навыки, которыми мне хотелось бы поделиться с ребятами. Потому что если даже, ну, теоретически там бывают, когда-то были там военные действия, может быть, какие-то чрезвычайные ситуации и так далее, это все возможно. А у нас обычная жизнь, то есть обычный быт. И в обычном быту возникают такие ситуации, с которыми не всегда люди могут справиться. Они обычно теряются, большинство, и не могут даже оказать элементарно первую помощь. Поэтому мы изучаем навыки оказания первой медицинской помощи в таких вот самых обычных хотя бы рядовых ситуациях. Там раны, кровотечения, ушибы, утопления, какие-то основы реанимации и так далее. То есть получается, что мы приходим во вторую, четвертую субботу каждого месяца. Пока. Пока, да. Потом с сентября у нас будет каждую субботу. То есть не две субботы месяца, а четыре субботы. В четыре часа вечера. И у нас начинаются учения. Они включают в себя первое, это медицинская подготовка. Потом для меня это новое, для Паши это привычный рукопашный бой. То есть тоже необходимые навыки, тем более для девушки, для нее, как для будущей взрослой девушки. Это тоже пригодится. И третье, это идет уже практика. То есть у нас какие-то маленькие, коротенькие движки. Уже применение наших теоретических знаний на практике. И медицинская подготовка, вот то, что я сказала. То есть мы делаем, собираемся так в кружочек, приносим туда шины, какие-то бинты приносим еще, то есть спецсредства. И с помощью их учим ребят, то есть как оказать первую медицинскую помощь. В принципе, ничего сложного. Да, то есть чтобы можно было эти знания, не только теория у нас идет, у нас идет еще и практика. Вот по фотографиям вы должны были видеть, что там не только мы стоим, разговариваем. Когда разговариваешь, это все хорошо. Если человек не умеет теоретические знания применить на практике, это очень плохо. Поэтому, конечно, у нас большая часть времени уделяется именно на практические навыки. Резюмируя нашу беседу, какие положительные моменты из всего этого вы извлекли лично для себя? Я, во-первых, бросил курить. Вот это для меня самая главная победа. Я очень серьезно говорю. Потому что оно мешает, оно не надо там абсолютно. И я так понимаю, что там еще на подходе много людей, которые за мной последуют. Но для меня это самая главная победа. И плюс мы сплотились с семьей, очень серьезно сплотились. Я вам хочу сказать, если было бы такое движение, допустим, военно-патриотическое «Ратник», когда я был, когда мне было лет 15 или 10, я бы просто был счастлив, честно вам хочу сказать. Вот сейчас мы дочку попытаемся приобщить к этому движению. Уже она в пути, в полном. Ну да, то есть получается, что один сначала пошел, потом за ним, получается, другой влился. Но и тоже она смотрит на родителей. Куда это родители каждое воскресенье бегают? Дай-ка я с ними побегаю. И получается, в любом случае, мы же не только в воскресенье как бы вот сплачиваемся. Мы же к этому готовимся. Мы же в воскресенье, у нас движок начинается в 9, то есть в 9 часа мы приезжаем на полигон. А до этого нормальные люди как? Если перед физической нагрузкой нужно лечь поспать. Мы обычно перед движком ложимся спать, там в 2 часа ночи сидим, там какую-то обмотку новую делаем на привода. Или, например, там костюм перешиваем. Вот мы костюмы свои перешили, там, с 56 размера на 46 размер, потому что сами перешивали, потому что, ну, как узнали, сколько это стоит, поэтому решили вручную все это перешивать. То есть мы готовимся, мы вот в магазины страйкбольные ходим тоже вместе. У нас Даша. Куда это вы собрались? В магазин. Я с вами. Ходит тоже что-то там, смотрит. Балаклаву себе попросила. То есть она уже даже начинает разбираться в таких терминах. И я тоже. Если, например, я раньше, Паша, например, общается с друзьями, там, гирбокс, там, хоп-ап, то есть вообще непонятные слова. Это специфические термины, которые применяются исключительно к приводам страйкбольным. Да, то есть я даже немножко начинаю в этом разбираться. Даша, ну ты когда на полигон приезжаешь, устаёшь? Не очень. Не очень, да? Ну, того стоит, судя по твоим эмоциям, да? Нравится? Да. Ну и в заключение, что бы вы хотели пожелать севастопольцам? Ну, мы хотим пожелать, в первую очередь я от себя, как врач, хочу пожелать, конечно же, здоровья. То есть чтобы люди обязательно следили за своим здоровьем. Во вторую очередь хочу пожелать, чтобы для того, чтобы следить за своим здоровьем, нужно вести здоровый образ жизни. В любом случае, как ни крути, как ни верти, если человек не смотрит за собой, то есть у него куча вредных привычек, потом ни к чему хорошему, это уже к 40, к 50, к 60 годам тем более ни к чему не приводит. И выглядит он явно не на свой возраст. Поэтому ведите здоровый образ жизни, всё у вас будет в порядке, то есть физические нагрузки должны присутствовать в нашей жизни, правильное питание должно быть. И обязательно, не зря говорят все болезни от нервов, если у вас будут положительные эмоции в семье, вы никогда не подхватите никакую, скажем так, заразу. То есть все вот эти положительные эмоции, они всё равно благотворно сказываются на здоровье. Можно я добавлю? Конечно. Ну, как родитель, хочу сказать спасибо своим родителям и сказать родителям Севастополя, проводите больше времени со своими детьми, со своей семьёй, и всё у вас будет хорошо в этой жизни. Ну, к таким прекрасным пожеланиям грех не присоединиться. Конечно, я вам тоже желаю здоровья и успехов, Даша, тебе. Скоро в новом учебном году тоже побед в школе. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это была программа «В контексте». Напомню, о деятельности военно-патриотического центра «Русская община Соболь» говорили с её представителями Павлом Еленой и Дарьей Чуприновыми. Я желаю вам отличного настроения и всего самого доброго. Увидимся в эфире информационного канала Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова